Итак, друзья мои, очередной раз в поселок Шиферный. Сегодня была опять просьба. Ну вот мы едем по улице Грибоедова, ехали. Бывший Горгаз. Сейчас гостиница Вояж. Здесь же магазин Строительная Корея. Замена масла здесь также есть. Двигаемся дальше. Грибоедова 8, Грибоедова 6 дальше в дом. Немножко скрывает сейчас пустая зелень. Все стало более-менее. Грибоедова 4. И сейчас после Грибоедова 2 мы повернем на Шиферную. Теперь мы поворачиваем на Шиферную. Магазин Чайка находится в бывшем также магазине. Шиферная 3. А сейчас мы повернем, по-моему, улица Октябрьская, если я. Не ошибаюсь. Проедем по улице Октябрьской, посмотрим. Точно Октябрьская. Ну вот, смотрите. Улица Октябрьская. Дома уже, конечно, не свеженькие. Ну, кто как поддерживает. Сегодня вот была написана просьба показать Шиферный. Стараюсь выполнять. Вот домики. Ну, конечно. Дорога, конечно, тоже разбитая. И вот дом разобрали уже совсем. В том доме было, по-моему, раньше почта была. Здесь были предприятия, конторы предприятий, насколько я помню. Даже и сейчас, вот, похоже, не вижу, что какая-то контора существует. На улице Грибоедова. Дома, наверное, строились в 50-х годах. Архитектура тех лет. Давайте посмотрим более-менее отремонтированный домик на этой улице. Прямо красиво покрашено. Все еще сделано. Прекрасно выглядит. Здесь было раньше предприятие. Тоже стоит закрыто все. Ну, вот, как-то так. Что есть, то показываем. Сейчас еще раз проедем по улице Герцина. Хотя я отдельно делал обзор улицы Герцина уже. Но мы все равно проедем. Маяковского у нас улица есть отснятая. Мы сейчас проедем по улице Герцина. Поворачиваем до Герцина. И движемся по Герцина. Здание школы. Что-то вся она уже в ленте огорожена. Делают крышу на школе. Ремонт ведется. Сняли кровлю с одной стороны. Здесь частный сектор с левой стороны, как мы сейчас едем. Абсолютно частный сектор. А здесь еще двухэтажки у нас. А это у нас территория приюта. Но она, конечно, обустроена. Хорошо ухожена. Здесь у нас, конечно, отсыпано все щебеночкой. Ну, как бы ехать можно. Но не асфальт. Тоже, вот, видите, двухэтажки. Герцина 14. Герцина 16. Косит траву. Герцина 20. Ну и все. Мы выезжаем. Сделали кружочек по шиферному поселочку. Конкретно просто не уточнили, что нужно показать. Ну, вот это частный сектор. Ну, мы уже там проезжали на неделе. Нужно было, конечно, уточнить все-таки подписчику, что он хочет увидеть. Движемся дальше. Мужчина здесь косит травку. Ну, косит косой обыкновенной литовочкой. Или как она называется? Обыкновенной косой. Сейчас, я думал, уже и не найдешь таких людей, кто сможет косой косить. Ну, тоже нужно своеобразное умение. И силу еще нужно. Ну, вот. На Грибоедовой молодежной сделана аптека в здании. И вот мы сделали уже обзор улиц. И еще попросили немножечко снять. Улица Фадеева едем. Ой, какая здесь страшная дорога. Но мы едем. Почему-то такая узкая. Просто кошмар. И мы вот сейчас повернули на улицу. Сейчас посмотрим название. Забыл? Тоже Фадеева. Оказывается, и там Фадеева, и здесь Фадеева. Проедем по этой улице. Покажем немножечко. Ну, здесь все частный сектор. Здесь все частный сектор. Такие большие заборы, что ничего не видать. Видите? Улица Фадеева. Ну, двигаемся. А нам нужно показать еще улицу Маяковского. Параллельно идет. Я там чуть-чуть не показал. Человек написал, что там проживал. Ну, вот покажем. Пусть посмотрит. Здесь идет ремонт. Делают воду, что ли, вот к этому дому. Фадеева 11. Выкопали канавы. Скорее всего, наверное, проводят воду. Ну, детский сад. Я немножко с другой стороны вам его показывал. Сейчас проведем, покажу. С этой стороны. Такой красивый, хорошенький. Покрашено все. Вон ухожено. Чистота, порядок. Вообще прекрасно. За детскими садами все равно смотрят еще. Хотя бы сами воспитатели, которые там работают. Так. Сейчас мы выехали, наверное, на улицу Горького. Или как она это идет? Ну, она идет, по крайней мере, от Арматурного, как Горькая. Улица Горького. А здесь даже не скажу. Здесь, наверное, другая уже. Ну, вот сейчас мы повернем на Маяковского еще. Проедем по Маяковского. Покажу. Также мы объехали вот просто детский сад. Сейчас с другой стороны. Солнце туда поворачиваю. Камера отбивает солнце. Ну, так, постараемся аккуратненько, потихонечку. Ну, вот дома жилые, которые здесь стоят. Прямо солнце отбивает. Сейчас, наверное, надо развернуться. Также проехать с той стороны придется. Здесь жилые дома еще есть. Тоже старые постройки, наверное, 50-х годов. Здесь вот находится, похоже, какое-то предприятие. Я точно не знаю, не могу сказать. Но дома уже тоже здесь, конечно, старенькие. Люди делают что-то, пытаются. Здесь уже дом сломанный. Разваливается. Сейчас мы развернемся обратно. И я покажу. Потому что с левой стороны, как сейчас я еду здесь, предприятия какие-то еще существуют. Технические постройки. Ну, развернемся. Ну, вот здесь, по-моему, мебель. Да, здесь мебель. Делают мебель, вон. Раньше делали окна, знаю. Евроокна. А сейчас не знаю. Сейчас, наверное, только мебелью занимаются. Ну, в общем, разворачиваемся. Едем обратную сторону. Ну, вот. Вот Фадеева. Похоже, это Фадеева-1. Здание. Вот Фадеева, наверное, 3 было. Уже все разломали. Рушат стены, разбирают на кирпичи, как у нас обычно делают. Потом кирпичи пускают опять. В следующую стройку. Повторное производство, как говорится. Ну, да. Вот 7-5 проехали Фадеева. 7. Ну, вот такой дворик у них. А мы движемся дальше. Ну, а это получается 9. Фадеева-9. Это Маяковского, говорю. Фадеева, господи, простите. Маяковского-9. Уже одно в голове, другое говорю. Старость не радость, короче. Ну, опять же, детский сад с другой стороны. И вот, посмотрите. Как я уже говорил, все ухожено, все чисто. А вот сейчас покажем еще вот. Магазин 33 желания, почтовое отделение. А раньше он назывался Мамыкинский магазин. Здесь была заведующая, по-моему, по фамилии этой, Мамыкин. Мамыкина. И вот его называли Мамыкинский магазин. Насколько помню. Ну, все, движемся в центр города. Едем в сторону бывшего Гургаза. Сейчас покажу, что осталось от Гургаза. Участничек в городе Спаске. Вот школа на Шиферном. Видите, я вам показывал уже ее. Делают крышу на школе. Загнали кран, делают крышу на школе. Но это тоже нужно. Такое старенькое, поэтому нужно делать. Ну, вот что осталось у нас от Гургаза. Участничек. Вот это была территория Гургаза. Вот это вот. Сейчас там гостиница Ваяж. А вот это вот остался участок. Участный предприниматель какой-то забрал. И остался участок. Ну, а впереди у нас на Панораме сейчас старый цементный завод. Который уже потихонечку, говорят, разбирают. Который разбирают, режут на металл. Его нужно, конечно, уже разбирать. Он уже давно стоит. Все рушится. Поэтому потихонечку нужно разбирать. Демонтировать. Но это довольно-таки сложно. Ну, все. Едем. Едем в город. Всем спасибо за просмотр. Как обычно, попрошу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Жду ваших отзывов, пожеланий. А мы движемся вперед. И будем дальше снимать. Пока есть такая возможность. Всем огромное спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok